Мы с вами успели поговорить о, скажем так, общих словах, договориться о используемых терминах и в принципе уже можем с вами начать общаться по поводу собственной гриоптической системы настоящего микроскопа. Ведь пока на прошлом занятии мы с вами посмотрели на некие идеальные линзы, у которых не было ни аберрации, ни дисторсии. Мы их представляли с вами одной единственной линзой. Да, у нас была одна линза объектив, одна линза окуляр. Но на самом деле, к сожалению, оптика, которая используется у нас при работе с микроскопом, имеет все особенности, которые имеет любая другая оптика, изготовленная из стекла или других материалов. Поэтому нам нужно будет на сегодняшней лекции поговорить о искажениях изображения. Ну, собственно говоря, искажение изображения это и есть аберрации. Ну, иногда аберрации делят на два типа. Это дисторсии, то есть геометрические искажения, геометрические аберрации и просто аберрации. Физики, конечно, делят это немножечко по-другому. Дисторсии это аберрации нулевого порядка, по их мнению. После этого нам нужно будет с вами поговорить о компонентах оптической системы микроскопа для проходящего света, для обычного нашего микроскопирования, поговорить о настройке освещения по келлеру, о типах микроскопов и обсудить самые важные, на мой взгляд, элементы. Ну, самый важный элемент, конечно же, объектив. Кроме этого, мы можем поговорить о конденсоре и окулярах. Давайте начнем с того, что посмотрим с вами на самом деле, какие аберрации, какие неточности у нас могут присутствовать в нашем микроскопе. Ну, и одна из аберраций, самая простая, это хроматическая аберрация. Если помните, на прошлом занятии, когда мы с вами говорили о преломлении, мы ввели такое понятие, как число AB, которое характеризовало то, насколько различается преломление для нашего стекла, например, или какого-то другого объекта, из которого изготовлены наши линзы, в зависимости от длины волны. Ну, и с этой аберрацией вы, естественно, встречались. Если разбивать, например, цвет в спектр при помощи призма, это проявление как раз такой аберрации. Аберрации такого типа называются еще осевыми, потому что, как видите, они проявляются на оптической оси в том числе. И проблема, которую мы наблюдаем, что фокус для разных длин волн будет находиться немножко на разном расстоянии. То есть, если мы с вами наблюдаем наше изображение в белом свете, то у нас будет появляться на границах нашего объекта такой ореол. С одной стороны будет чуть-чуть зеленоватое, с другой стороны красноватое. Но на самом деле основная эта проблема в чем? У нас никогда не получится момента, когда все эти три длинные волны, пускай мы возьмем только зеленый, красный и синий, будут в одной точке сходиться. То есть, например, проведем фокус вот здесь, у нас в зеленой фокусе, но красный и синий оказываются вне фокуса. То есть, у нас при этом будет теряться разрешение нашего микроскопа. Как можно из этой ситуации выйти? Ну, первый самый очевидный выход использовать условно-монохроматическое освещение. Например, взять зеленый свет. Помните, когда мы говорили о светофильтрах, мы говорили о таком светофильтре, который назывался пангрин, то есть зеленый светофильтр. В принципе, обычно вся оптика имеет как минимум коррекцию на эту длину волны, то есть поставив такой светофильтр и наблюдая уже картинку не в белом проходящем свете, например, а вот в таком зеленом, с хроматической аберрацией вы разберетесь. Тем не менее, в некоторых случаях нас интересует цвет нашего объекта, если мы, например, говорим о гистологических препаратах. И тогда нам нужно использовать объективы с какой-то коррекцией на эту хроматическую аберрацию. Мы с вами увидим несколько типов коррекции, у нас будет а хромат, а похромат как минимум. Но каким образом можно, в принципе, было бы скорректировать вот эту аберрацию? А что если мы возьмем с вами не одну линзу, а две линзы, которые мы с вами склеим? Причем линзы будут немножечко из разного стекла, с разным коэффициентом преломления и, на самом деле, что нам еще лучше, с разным числом амбы, с разным различием по тому, насколько будет различаться преломление для разных длин волн. То, в принципе, можем подобрать с вами одну линзу двояко-выпуклую, другую линзу с одной стороны вогнутую, с другой стороны, скажем, прямую или с двух сторон она может быть вогнутой. И подобрать это таким образом, чтобы хроматическая аберрация первой линзы взаимно компенсировалась хроматической аберрацией второй линзы. И тогда мы можем сделать так, что большинство лучей или большинство длин волн сойдутся все-таки примерно в одной точке. Такая вещь называется ахроматической склейкой или ахроматом. Первый тип объективов, который у нас будет как раз ахромат. И вот таким образом можно пытаться скорректировать эту аберрацию. Вторая аберрация. О прошлом занятии мы с вами говорили, что линзы у нас в основном сферические, но это, к сожалению, не самая наилучшая форма для того, чтобы могли действительно все лучи от бесконечно удаленного источника света свести в одну точку в фокусе. Почему? Дело в том, что у нас немножечко различается наклон вот этих поверхностей, ну и, соответственно, преломление. Для разных участков нашей линзы, да, это сфера, и получается, что лучи, идущие ближе к центру нашей линзы, будут иметь фокус дальше. Лучи, идущие ближе по краю нашей линзы, будут иметь фокус ближе. И посмотрите, это опять же нам будет очень сильно портить качество изображения, потому что где бы мы здесь не поставили с вами, условно говоря, экран для нашей линзы, скажем, где-то вот здесь мы экран бы поставили, да, у нас тогда только лучи, которые в центре линзы сойдутся в фокус, а остальные лучи, если мы продлим, будут сфокусированы на этот экран проецироваться. Поставим здесь экран, та же самая ситуация. Здесь, ну вот в центре, вот если здесь где-то поставить, будет, конечно, лучше всего ситуация, но все равно полностью это не будет исправлено. Каким образом можно бороться со сферической аберрацией было бы? Ну, во-первых, мы могли бы с вами ограничить вот эти лучи, да, просто поставить здесь какую-то диафрагму, апертуру, через которую бы вот эти бы лучи крайне не проходили. Согласитесь, проблема уже была бы проще. Но, как вы увидите в дальнейшем, к сожалению, для того, чтобы получить хорошее разрешение от нашего микроскопа, нам нужно собирать лучи как можно больших углов. Только при этом мы сможем получить, это уже будет волновая оптика, следующее занятие, только таким образом мы сможем получить наибольшее разрешение от нашего микроскопа. Ну, даже если о разрешении мы здесь бы с вами не заботились, предположим, мы работаем с каким-то объектом во флюицентной микроскопии. Согласитесь, терять очень большую часть света от нашего флюицентного объекта нам не хотелось бы. Если у нас объект фиксированный, он просто будет выцветать, мы его будем очень большим количеством света освещать. Если объект живой, ну, понятно, ему будет совсем плохо. Поэтому, конечно, можно избавляться сферической аберрацией за счет того, что ставить перед линзой очень небольшого диаметра какую-то апертуру, но, конечно, это не самый лучший выход. С другой стороны, может быть, слышали такое название «асферические линзы». И если у вас линза, скажем, с одной стороны может иметь сферическую поверхность, а с другой имеет поверхность вот такую сложную, не сферическую, то сферическую аберрацию можно скомпенсировать. И посмотрите, в данном случае все лучи, где бы они ни шли, по краю линзы или ближе к центру линзы, к оптической оси, будут сходиться в одной точке. Поэтому, в принципе, опять же, сферическая аберрация может быть скорректирована, но прошу обратить на нее особое внимание, потому что сферическую аберрацию мы можем сами вносить в наш микроскоп очень легко. Например, взять неправильную иммерсию или заключить наш препарат в какую-то среду с неправильным коэффициентом преломления. Мы будем рассматривать эти случаи. Пока просто запомните, что сферическая аберрация – это то, с чем вы будете в микроскопии встречаться, к сожалению, очень часто. И во многих случаях возникающая сферическая аберрация будет из-за того, как вы приготовили препарат, или как вы работаете с микроскопом. Пока обе аберрации, о которых мы говорили, они находятся в основном в свое проявление, показывают в том числе и на оптической оси. Но есть аберрации, которые будут хорошо себя проявлять только если объект далеко находится от оптической оси. Одна из таких аберраций – это так называемая кома. Она очень похожа на сферическую аберрацию. Посмотрите, лучи, которые, хотя и под углом, идут ближе к центру линзы, собираются в фокус где-то вот здесь, достаточно далеко от оптической оси. Лучи, которые идут ближе к краям, преломляются сильнее. Фокус у них еще к тому же чуть ближе. И на экран они приходят в виде вот такой расфокусированной точки, да еще и сдвинутой. И в итоге, если мы для всех этих лучей такую картинку построим, у нас получится вот этот фокус от самых лучших лучей, которые идут ближе всего к центру. Вот этот чуть расфокусированный от тех, которые идут дальше, дальше и дальше. Давайте посмотрим на это немножко в трехмерном варианте. Дело в том, что в двухмерном варианте не очень понятно, как эта аберрация работает. Но предположим, что у нас есть либо некий источник света, либо наоборот здесь будет экран, как хотите. И лучи, прошедшие через центр линзы, у нас будут проецироваться в очень хороший острый фокус здесь. Если мы посмотрим, вырежем из этих лучей вот такую фигуру, что центр у нас как раз не используется, используется только какая-то средняя часть линзы, у нас будет чуть хуже сфокусирован в итоге результат и будет находиться чуть ближе. И так далее. Если мы возьмем только лучи, идущие по самому-самому краюшку линзы, то посмотрите, что мы получим. Во-первых, расфокусировано, у них будет фокус ближе гораздо, и на экран они придут уже расфокусировано. Во-вторых, оно будет ниже, ближе к оптической оси. И в итоге картинка, которую мы получаем в нашем микроскопе для точки, находящейся на краю поля зрения, вот выглядит таким образом. Не знаю, заставили ли вы еще в школе старые школьные микроскопы фирмы ЛАМО, там была очень хорошо выражена эта аберрация. То есть выглядело это таким образом. Центр поля зрения вы можете сфокусировать, он всегда получается резкий, действительно в нем все хорошо видно, но чем дальше к периферии поля зрения, тем картинка получается как бы более расфокусирована. При этом, как бы вы ни пытались сфокусировать края поля зрения, они никак не фокусировались. То есть вы можете микровинтом, макровинтом двигать, центр у вас будет очень хорошо, резко видна какая-то структура, которую вы смотрите, а края будут расфокусированы. Как бороться с комой? Ну, конечно, лучше всего взять объектив, которым скорректирована по возможности эта аберрация. Ну, если делать нечего, опять же, мы можем с вами ограничивать лучи, идущие ближе к краю нашей линзы. Да, и тем самым убирать вот эту часть, которая дает как можно больше погрешностей. Ну, опять же, уменьшая количество света, мы с вами будем уменьшать и разрешение, ну и, соответственно, возможность детекции наших объектов. Но, как вы уже, наверное, обратили внимание, данная аберрация, она находится не на оптической оси, а где-то, если мы от нее чуть-чуть отступим. Поэтому это так называемая внеосевая аберрация. Следующая аберрация, о которой нужно поговорить, опять же, лучше ее видно в трехмерном режиме, это астигматизм. Линзы не всегда получаются идеальными, и в некоторых случаях может оказаться так, что по одной оси кривизна линзы, скажем, радиус ее 15 сантиметров, а по другой оси, если мы посмотрим, вот в этом направлении, у нее кривизна, например, 15,1 сантиметр, к примеру, опять же, числа взяты из головы, то будет означать такая проблема с линзой. Если мы возьмем два луча, которые будут идти вот в этом направлении, они будут себя вести так, как будто бы это была линза диаметром, вернее, кривизной ее поверхности 15,1 сантиметр. Если мы возьмем теперь лучи, которые будут идти вот по этой оси, то они будут преломляться, как будто бы на линзе в 15 сантиметров, кривизна ее поверхности. И фокусы для этих лучей будут различаться. Вот фокус для одного луча, вот фокус для другого луча. Как видите, та же самая проблема. У нас будет теряться разрешение. Мы не можем здесь найти ни одного места, куда мы могли бы поставить экран, где у нас точка была бы точка. Она везде будет размыта. Либо, если мы вот здесь экран поставим, то точка будет выглядеть вот так. Видите, вытянутая в одном направлении изображение. Если мы экран ставим дальше, вот здесь, то изображение выглядит вот таким образом. Ну и если мы где-то посередине попытаемся поставить с вами экран, да, действительно, точка у нас получается, но видите, она сильно размытая. И при такой аберрации получается, что у нас, во-первых, есть потеря разрешения, а во-вторых, мы можем ее очень хорошо увидеть, если будем при помощи микровинта, например, поднимать и пускать препарат. Если на препарате есть какая-то точечка, пускай это будет либо флюоресцентная, если препарат, то осадокого-то красителя, если препарат проходящего света, то какая-то грязь, то если мы будем расфокусировать вниз, то у нас будет вот такой полоской. Если будем расфокусировать вверх от фокуса, она будет вот такой полоской. Ну а по центру где-то вот такая вот немножечко размытая. Конечно, астигматизм будет гораздо больше нам являться проблемой и лучше выражен, когда мы будем работать с электронной микроскопией. В силу определенных причин, о которых я расскажу, там это большая проблема, но ее можно зато очень легко исправить. В случае оптического микроскопа в большинстве случаев при хороших объективах астигматизма вы не увидите. Единственное, как вы его можете получить, если вы, например, объектив сможете уронить и одна из линз внутри объектива будет уже стоять в своей оправе не прямо, а, скажем, немножечко подвинется. Тогда вы можете получить много разных операций, ну в том числе может возникнуть астигматизм. Как его увидеть, понятно. Тут, в принципе, наверное, все не так сложно для понимания. Ну и кроме таких операций нам нужно рассмотреть еще геометрические искажения, так называемые дисторсии. Так как это искажение геометрическое, то его достаточно легко можно описать. И два наиболее часто встречающихся случая, на самом деле это одна и та же дисторсия, просто с разным знаком. Это, так называемая, бочка и подушка. Так. Представьте, что вы положили под ваш микроскоп сеточку, которая абсолютно ровная, под прямыми углами у этой сеточки все ячейки. Но после того, как вы стали смотреть на ваш препарат под микроскопом, вот под такую сеточку, вы увидели, что она выглядит, например, вот так. Или вот так. Как вы думаете, что здесь изменилось? Если мы посмотрим центр и края, одинаковые ли увеличения у нас у центра и у краев нашего поля зрения? Наверное, нет, правда? То есть это дисторсия, которая приводит к тому, что увеличение на краях поля зрения и в центре различается. Почему это для нас плохо? Представьте, если вы хотите точно посчитать, например, размеры клеток во всем поле зрения. И если вы будете считать теперь вашу клетку, которая находится в центре вот такого поля, да, она будет иметь какую-то одну определенную площадь. Но теперь эта же клетка, передвинутая на центр поля зрения, станет гораздо больше. Понятно, что статистику в таком случае набрать нормальную не получится. У нас будет очень большая ошибка. И, конечно же, если мы хотим действительно измерять какие-то размеры на нашем препарате, проводить какую-то морфометрию, то нам бы хорошо иметь объектив в нашем микроскопе, который скорректирован на геометрические дисторсии. У него нет ни бочки, ни подушки. Ну, это обычно объективы, у которых в названии присутствует такая вот приставочка план. На самом деле, эта приставка не означает, что скорректированы бочка и подушка. Эта приставка означает, что скорректирована другая аберрация, так называемая кривизна поля. Но обычно при ее коррекции корректируются в более или меньшей степени и геометрические дисторсии бочки и подушки. Ну, а теперь что такое кривизна поля? Опять же, линзы у нас с вами все-таки не идеальные, а имеют какую-то толщину. А это будет означать, что если мы теперь возьмем плоский объект и попытаемся построить его изображение на экране, то чтобы все точки этого объекта у нас точно сфокусировались, по идее, нам нужно, чтобы экран у нас был не прямым, а имел какой-то радиус определенный. Потому что тогда на прямом экране мы сможем сфокусировать либо только центр поля зрения хорошо, либо только края поля зрения, но одновременно получить резкое изображение и краев, и центра мы не можем. Кстати, сразу вопрос. А как отличить тогда кривизну поля в нашем микроскопе от такой аберрации, как кома? Как вы думаете, будет ли какое-то различие? Смотрите, в случае кривизны поля мы все-таки края сфокусировать можем. Мы можем просто подвинуть наш микровинт так, чтобы посмотреть вот эту часть, и края изображения у нас тогда будут резкие. В случае комы края изображения у нас никогда резкими не будут, как бы мы микровинтом не действовали. То есть, как проверить, у вас кривизна поля или кома? Микровинтом двигаете. Если вы можете навести на резкость края изображения, значит, это у вас, скорее всего, кривизна поля. Если вы как бы не двигали микровинтом, у вас только центральная часть изображения может оказаться в фокусе, значит, это кома. Собственно говоря, вот каким образом можно различить эти две аберрации. Таким образом, если вы хотите работать количественно с вашими изображениями, иметь возможность измерять какие-то параметры ваших клеток, размеры, например, площади и так далее, вам нужно искать объектив с надписью план. План на хромат, план на похромат. В принципе, эта коррекция сделана, чтобы при помощи этого объектива можно было снимать на камеру. Но эта же коррекция заодно достаточно хорошо обычно корректирует и вот эти две неприятности, и бочку, и подушку. Давайте пойдем тогда дальше и вернемся к нашей схеме составного микроскопа. Почему у нас микроскоп составной? Потому что мы используем как минимум две линзы, объектив и окуляр. Напомню, что объектив у нас дает увеличение нашего объекта, и здесь действительно есть его изображение. Если мы сюда поставим какой-то лист бумаги, например, или если какой-то экран поставим, мы действительно увидим увеличенное то количество крат, которое написано на объективе, изображение нашего препарата. Ну а окуляр используется просто как увеличительное стекло, которое из этого реального изображения делает мнимое изображение еще раз увеличенное. То есть, например, объектив у нас пускай будет там 10 крат, окуляр пускай будет 7 крат, ну и общее увеличение микроскопа у нас тогда получится, очень легко посчитать, 10 на 7, 70 крат. То есть 70 раз мы с вами размеры будем увеличивать для наших объектов. Но то, что мы здесь рисовали, линзы у нас были идеальными. И в принципе, конечно же, настоящие объективы, особенно если мы будем говорить об объективах с высоким разрешением, с высокой числовой апертурой, выглядят вот так. Смотрите, сколько различных линз из разного материала. Тут есть и флуорид, это на самом деле не стекло, а кальций фтор, и стекла разного, соответственно, коэффициент преломления, и разные поверхности, некоторые не являющиеся сферическими. Все это нужно, чтобы скорректировать имеющиеся у нас аберрации. К сожалению, абсолютно точно все скорректировать из лазу это очень сложно, потому что если вы корректируете одну из аберрации, наиболее часто вторая из аберрации становится более сильно выражена. И поэтому, чтобы скорректировать теперь ее, нужно добавить еще линза, еще линза, еще линза. Ну и понятно, почему объектив так дорого стоит, почему его так берегут. Ну и последний момент, который здесь тоже нужно отметить, это то, что объектив обычно у нас имеет наибольшее увеличение. Например, объективы у нас могут быть 100 крат, на самом деле могут быть и больше, но там просто разрешение уже самого объектива не растет, и поэтому дальше увеличение особого смысла не имеет. А окуляры у нас обычно в районе 10 крат. Понятно, что на объектив приходится самая большая работа, потому что бы самые маленькие объекты до какого-то размера увеличить, ну а окуляры уже гораздо проще. Это немножечко увеличенное изображение. Увеличить там, скажем, в 10 раз, это уже небольшая проблема. Поэтому объектив это та часть оптической системы, которая бы должна быть скорректирована максимально хорошо, насколько это в принципе возможно. Но пока мы с вами рассмотрели только верхнюю часть микроскопа, то есть мы с вами рассмотрели то, что находится в случае прямого микроскопа над препаратом. У нас был с вами объектив, у нас с вами был окуляр. Но если мы хотим работать с проходящим светом, а это основной режим работы нашего микроскопа, то нам необходимо наш препарат еще как-то освещать. Нам нужно каким-то образом подать на него свет. Мы, конечно, можем просто поставить под нашим препаратом лампу, но, к сожалению, это не всегда приведет к хорошим последствиям. Почему? Дело в том, что нам очень бы хотелось, чтобы наш препарат был освещен максимально ровно, чтобы не было каких-то участков, которые освещены чуть больше, чуть меньше. И, естественно, источники освещения, будь то нить накаливания лампы, будь то светодиод или что еще хотите, в любом случае это не точечный источник света, а это какая-то структура. Например, для нити накаливания лампы, например, нитка. И нам бы хотелось по возможности сделать так, чтобы каждая точка нашей нити накаливания полностью расфокусирована и приходила на наш препарат. Тогда, какой бы формы нити накаливания у нас ни была, у нас будет наш препарат освещен достаточно ровно. Ну и давайте посмотрим, каким образом можно этого добиться. Мы можем точно так же, как и здесь у нас две линзы, есть окуляр и объектив. Ну, условно, две линзы. Мы уже поняли, что на самом деле для коррекции аберрации там должен быть целый набор линз. Точно так же внизу под нашим препаратом мы можем использовать линзу коллектора и линзу, которая будет называться конденсор. На самом деле, опять же, набор линз. Посмотрите, что тогда будет происходить. Если у нас все эти линзы находятся на правильном расстоянии друг относительно друга, то, какую бы точку лампы мы с вами не взяли, в итоге, каждая точка лампы будет весь наш препарат освещать, какую-то часть, естественно, препарат, который мы выбрали, освещать абсолютно гомогенно. Давайте возьмем следующую точку вот здесь на лампе. Точно так же попробуем построить с вами лучи. Да, через центр линзы, понятно, должен проходить без искажения, мы это смотреть не будем. Ну, давайте попробуем как-то так нарисовать. И если в другую сторону пойдем, точно так же пытаемся нарисовать. То есть, видите, у нас опять же получается, что одна точка нашей лампы, вот эта, эту же часть препарата у нас освещает под другим углом, но точно так же ровно. Понятно, что это очень удобно для того, чтобы мы могли с вами в виде осветителя использовать, например, такую нитку накаливания, но это на нас налагает и такую неприятную особенность, что нам нужно, чтобы вот эти нижние линзы были на строго определенном расстоянии от препарата. Если они будут ближе или дальше, то может оказаться, что у нас изображение нити накаливания окажется в плоскости с нашим препаратом. Мы будем видеть с вами софокусно и наш препарат, и нить накаливания, ну согласитесь, это не лучший способ для того, чтобы можно было рассматривать наш образец. Давайте теперь посмотрим на эту же оптическую систему с точки зрения одной точки на образце. Вот у нас есть одна точка на нашем образце. Естественно, мы должны после объектива где-то получить истинное изображение, увеличенное нашей же этой точки. Вот оно здесь, видите, под окуляром у нас есть некое место, где формируется это изображение. Ну и, естественно, после окуляра у нас получается расходящийся пучок лучей, но тем не менее, чтобы увидеть эту точку, наш глаз опять фокусирует это в одну точку уже на нашей сетчатке. То есть, в принципе, у нас есть три места, где наш препарат или его изображение получается. Сам препарат, вот эта точка, вот здесь вот под окуляром и вот здесь. Так как это поле зрения, то давайте называть эту плоскость, где формируется это изображение, полевой плоскостью. Тем не менее, у нас теперь есть линзы, которые находятся ниже. У нас есть конденсор, у нас есть коллектор. Давайте посмотрим, если провести точно так же лучи через наш препарат, через нашу вот эту точку, как они будут себя вести. Вы помните, что в геометрической оптике мы можем луч рисовать в обе стороны. Она у нас симметрична. Поэтому давайте посмотрим, что будет происходить здесь. И посмотрите, у нас, оказывается, есть еще одно место, где лучи точно так же пересекаются. Что это будет означать? Как вы думаете, если мы вот сюда, вот в эту плоскость, теперь положим какую-то полупрозрачную картинку и будем смотреть глазом на вот этот наш препарат. Что мы в итоге увидим? Совместно и эту картинку, и наш препарат. Правильно? То есть у нас эти картинки друг на друга наложатся. Ну, наверняка все смотрели боевики, какие-нибудь фильмы, когда снайпер смотрит в прицел и видит и, скажем, там, человека, который хочет рассмотреть в этот прицел, не будем говорить для чего, и различные цифры, буквы бегущие, риски и так далее. То есть они софокусны. Они оказываются на одном расстоянии от линзы и получают, что эти картины как бы накладываются друг на друга. Точно так же все, что окажется в этой плоскости, если у нас микроскоп настроен правильно, будет софокусным с нашим препаратом. И то же самое можно сказать про вот это положение под окуляром. В некоторых случаях, может быть, видели, для того, чтобы посчитать клетки, в микроскоп, в окуляр можно положить такую сеточку, стеклышко, которое размечено. И если вы положите эту сеточку, стеклышко правильно, в окуляр, именно вот в эту позицию, где находится промежуточное изображение, то она окажется софокусной с изображением вашего препарата. То есть два изображения будут наложены друг на друга. Вы можете посчитать, например, количество клеток и так далее. Таким образом, у нас есть одна плоскость, о которой мы уже с вами поговорили. Это плоскость полевая, где мы видим либо изображение препарата, либо, если мы в эту плоскость чего-то положим, оно будет софокусно с нашим препаратом. И в этой плоскости мы можем с вами ограничивать лучи. Помните, мы говорили о абибрациях и говорили, что для того, чтобы их устранить, мы можем, скажем, использовать апертуру отверстия. И отверстие, которое здесь мы будем устанавливать, это будет полевая диафрагма. Это будет полевая диафрагма окуляра. И более того, полевая диафрагма будет ограничивать, на самом деле, раз она на софокус с нашим препаратом, какую часть препарата мы будем освещать при его микроскопировании. Почему это может быть важно в микроскопии нашей? Предположим, вы работаете с живыми клетками, которые к свету относятся не очень хорошо. Если у вас полевая диафрагма открыта очень широко, вы освещаете гораздо большую часть препарата, чем видите через ваш объектив. И, соответственно, клетки, с которыми вы сейчас даже не работаете, на которые вы не смотрите, уже повреждаются. Если же вы полевую диафрагму откроете ровно по полю зрения, то только те клетки, на которые вы в данный момент смотрите, будут повреждаться. В случае флюисцентной микроскопии то же самое. Опять же, свет будет на наши клетки влиять не очень хорошо, но здесь еще один момент есть. Если у нас, скажем, в поле зрения нашего флюисцентного микроскопа окажется какой-то участок очень ярко флюоресцирующий, понятно, что от него будут переотражения, и он будет очень сильно мешать нам смотреть, потому что фон нашего препарата станет уже не черным, а слегка какого-нибудь цвета. И понятно, что контрастность будет ниже. Поэтому использование полевой диафрагмы нужно только для ограничения того участка, который вы в нашем препарате освещаете. В проходящем свете, соответственно, лампой. В случае флюисцентного микроскопа это возбуждающий свет, но идея остается той же самой. Ну а теперь посмотрите еще на один интересный момент. Мы с вами рассматривали наш микроскоп с точки зрения еще и нити лампы и говорили, что в правильно настроенном микроскопе каждая точка лампы полностью освещает наш препарат. Но с другой стороны, вот у нас точка лампы, и посмотрите, есть еще одно место, где эти лучи пересекаются, еще одно место, где эти лучи пересекаются, и еще одно место, где эти лучи пересекаются. Как вы думаете, если мы вот в эту плоскость сейчас поместим экран, что мы на нем увидим? И у кого-то был вопрос, как правильно центровать лампу, как правильно, на каком расстоянии ее нужно будет размещать. В таком расстоянии, чтобы в плоскости апертурной, где находится апертурная уже диафрагма, у вас получалось изображение нити накаливания этой лампы резко. И на самом деле это же изображение мы с вами увидим еще и вот здесь, в задней фокальной плоскости объектива. И если мы уберем глаз и вот здесь поставим с вами экранчик, то так называемый диск Рамсдена, такое название есть, это еще одно место, где опять же будет картинка этой нити накаливания. К сожалению, на некоторых микроскопах современных немножечко изменена система освещения и, скажем, на лейках последних вы нить накаливания уже не увидите. Но на большинстве других микроскопов, на том же самом Никоне, на том же самом Олимпусе, это еще сохранено, и вы сможете, действительно положив в эти плоскости, скажем, бумажку, и если у нас будет практика, я это покажу, увидеть действительно нить накаливания ламп. Таким образом, смотрите, как интересно получается. В нашем микроскопе есть сразу две плоскости с изображениями. Одна плоскость, несколько раз повторяясь, будет давать им изображение лампы, другая плоскость, опять же, несколько раз повторяясь, будет давать изображение или будет софокусно с нашим препаратом. Поэтому мы можем говорить о так называемых сочетанных плоскостях и то место, где будет формироваться изображение препарата, мы будем называть полевой плоскостью или плоскостью объекта, если хотите. Ту плоскость, где у нас будет изображение лампы, мы будем называть плоскостью уже апертурной. Ну и, соответственно, диафрагма, находящаяся в этой плоскости, тоже будет называться апертурной диафрагмой. Давайте эти плоскости еще раз сейчас посмотрим. Эту картинку, к сожалению, нужно будет выучить. В этом курсе она действительно нам несколько раз еще понадобится абсолютно точно, но она вам понадобится и еще для некоторых вещей. Например, если вы видите на вашем препарате пыль, но сам препарат чистый, где эта пыль еще может оказаться? Абсолютно верно. И искать пыль, если она не препарате. То есть, как вы препарат двигаете, пыль неподвижна. Значит, искать где-то около этой точки, искать где-то около этой точки. Второй вариант. Вы никакой пыли не видите, но у вас сильно портится качество изображения. То есть, где-то лучи на каком-то мусоре, который вы не можете видеть, рассеиваются. Понятно, что, скорее всего, это где-то близко к плоскости осветителя. Где это может быть? Да вот здесь. А как можно эту плоскость увидеть? Помните, наш глаз видит только расходящиеся лучи. Ваше предположение. Если мы уберем с вами окуляр, что мы тогда увидим глазом? Какую плоскость? Апертурную. Вы увидите здесь изображение вот этой нити накаливания. Почему? Вот эта точка расходящаяся. Если бы не было никаких линз, вы бы увидели нить накаливания? Увидели. Дальше вот у нас опять пересекаются здесь с вами эти два луча, расходящиеся лучи, расходящиеся. Если бы вот этой части не было, опять бы вы видели накаливание ламп. Следующий момент. Здесь у нас через фокус проходят лучи, расходящиеся лучи, расходящиеся. Глаз может у нас из расходящихся лучей, картинку опять собрать? Может. То есть, если вам нужно будет видеть плоскость апертурную, вы можете просто убрать, в данном случае, окуляр из вашего микроскопа. И увидеть эту плоскость, соответственно, оценить наличие там пыли какой-то, или еще чего-нибудь. Мы будем эту плоскость несколько раз смотреть при настройке микроскопа для специальных методов. Для фазового контраста, для дифференциационного контраста, для Хоффмана и так далее. Поэтому нам это с вами потребуется. На что хочу обратить внимание. Вся эта красивая система с тем, что у нас очень ровный фон, что у нас препарат хорошо видно и так далее, работает только в том случае, если все эти четыре линзы находятся на строго определенном расстоянии. Если расстояние между этими линзами будет нарушаться, то такой красивой системы мы с вами уже не увидим. Немножко облегчает нам ситуацию то, что вот эти две линзы закреплены жестко. Мы менять здесь ничего не можем. Вот эта линза и лампа настраиваются обычно инженером. И вот эту часть тоже нам обычно менять не нужно. И нам остается менять только расстояние от объектива до препарата. И расстояние от этой линзы до препарата. Ну и соответственно вниз. Каким образом мы можем с вами настроить вот это вот расстояние? Да просто навестись на фокус. На фокус навелись, расстояние от объектива до препарата у нас зафиксировано. И у нас остается последняя сложность. Это то, как точно выставить положение вот этой линзы, конденсора. Как вы думаете, как мы могли бы с вами это положение настроить? Если у нас есть вот такое место, которое софокусно с нашим препаратом. Если мы что-то положим, будет ли оно в фокусе, если положение конденсора неправильное? Нет. И у нас здесь с вами уже есть полевая диафрагма. Если мы с вами закроем, то мы должны будем увидеть края этой диафрагмы софокусно с нашим препаратом. Собственно говоря, это и есть вот та самая страшная настройка микроскопа по Келлеру, с которой мы еще будем разбираться. И это всего лишь фиксация этих двух расстояний. Фиксация расстояния от объектива до препарата. И от препарата внизу до нашего конденсора. Как только мы эти положения зафиксировали, все, микроскоп настроен по Келлеру. Мы можем с ним работать. Ну и давайте теперь, после того, как мы посмотрели на такие чисто теоретические выкладки, посмотрим на схемы реального микроскопа и то, как здесь будет формироваться изображение, где находятся все эти элементы. Лампа в случае проходящего света и прямого микроскопа у нас находится вот здесь. Здесь могут находиться светофильтры. Опять же, тот же самый зеленый светофильтр можно положить. И здесь находится линза коллектора. То есть на схеме, помните, она у нас была где-то внизу. На самом деле вот она, практически рядом с лампой. Дальше. Вот эта плоскость, которая софокусна с нашим препаратом в идеале. И здесь находится не что иное, как полевая диафрагма у этого микроскопа. Зеркало понятно, тут никуда не деться. Здесь две линзы и еще одна диафрагма. Это конденсор. И диафрагма у него уже будет апертурная. То есть это вот эта вот диафрагма конденсора. А вот эта диафрагма, диафрагма полевая. Дальше наш препарат, объектив. И здесь после объектива есть место, где действительно будет сформировано изображение. То есть, предположим, мы положили наш препарат в микроскоп. И если мы положим теперь какую-то бумажку вот сюда, вот вниз окуляра, мы здесь увидим реальное, увеличенное, пускай объектив, например, там 60-кратный, в 60-крат изображение. Дальше у нас с вами есть наш окуляр. Но окуляр дает расходящийся пучок лучей, поэтому изображение мы здесь реального получить не сможем, пока не поставим сюда какую-то линзу или глаз. Тогда у нас еще раз появится опять наше изображение. Ну и так как лучи здесь пересекаются, вот еще одно место. Это наша, соответственно, полевая диафрагма. Теперь апертурная плоскость. Здесь у нас есть нить накаливания нашей лампы. И мы ее с вами можем увидеть вот здесь, в месте, где у нас стоит с вами апертурная диафрагма. Дальше. Видите, мы взяли какой-то кусочек лампы, которая находится не по оптической оси, а где-то в стороне. И она нам дала наклонный пучок лучей, но ровный, который освещает теперь наш препарат. Дальше. Задняя фокальная плоскость объектива. Если мы сюда положим какое-то изображение, какой-то экранчик, мы опять же увидим изображение нити накаливания. Ну и вот здесь, сразу же за окуляром, если мы теперь сюда тоже поместим какую-то бумажку, например, мы тоже увидим изображение лампы. То есть эти две плоскости реально существуют в нашем микроскопе. Мы действительно можем их при необходимости визуализировать, просто используя какую-то полупрозрачную бумажку, например. Сбегая вперед, в некоторых случаях мы освещаем наш препарат сверху, например, для флуицентной микроскопии. И здесь может оказаться еще одна лампа, ртутная или ксеноновая, о которой мы говорили. Но смотрите, у нее точно так же есть линза коллектора. У нее точно так же есть место, куда можно поставить светофильтры, например, нейтральные, чтобы ослабить. И точно так же есть два места, где установлены две диафрагмы. Та же самая полевая и апертурная. И полевая диафрагма здесь точно так же будет менять на препарате место, которое мы освещаем. Давайте тогда попробуем формализовать теперь настройку нашего микроскопа, как мы это делаем, и посмотреть, как это делается на настоящем микроскопе. Ну и если формально относиться к настройке по келлеру, то первое, что вам нужно сделать, сфокусироваться на препарате. Вы зафиксировали расстояние от препарата до вашего объектива. Вот эта часть относится больше к контрастности вашего объекта. Если объект хорошо видно, ну в принципе, скажем так, она опциональна. Дальше. На старых микроскопах нужно было центровать лампу. На новых микроскопах, к счастью, лампа центруется один раз при установке, и этого не нужно. Поэтому оно таким нежирным отмечено. Но то, что важно. Значит, первое, что вы сделали, вы сфокусировались на препарате. Второе, вы закрыли полевую диафрагму и смотрите через окуляры, видите ее изображение. И теперь, вынимая или опуская конденсор, делаете так, чтобы она была хорошо резко изображена, сфокусирована. В некоторых случаях полевая диафрагма окажется не по центру поля зрения. И тогда при помощи специальных винтиков на конденсоре ее можно подвинуть. Вернее, на самом деле будете двигать конденсор, смещать изображение. После этого вы открываете вашу полевую диафрагму ровно по полю зрения. И, в принципе, можно уже смотреть на ваш препарат. То, что очень часто смущает, это вот эта вот часть с вниманием окуляра и так далее. Это необходимо, чтобы получить некое соотношение между разрешением вашего объекта и контрастностью. Как вы увидите в дальнейшем, на следующем занятии, когда мы будем говорить о волновой оптике, вы не можете одновременно получить очень хорошую контрастность вашего объекта и очень хорошее разрешение. И вы либо можете, закрывая апертурную диафрагму, увеличивать контрастность, ну еще много чего при этом будет меняться, и одновременно терять разрешение. Либо можете открывать апертурную диафрагму, при этом разрешение у вас будет расти, но контрастность будет резко падать. И вот это положение, где-то 75-80% апертурной диафрагмы, это положение, при котором вы практически еще не потеряли разрешение, но уже имеете какую-то более-менее значительную контрастность, то есть некое начало. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть, если мы будем смотреть в микроскоп. Первое. Мы поставили наш препарат. Видно, что не сфокусировано ничего. Видно, что у нас наша полевая диафрагма оказалась закрытой. Вот здесь как-то по краям от нее мы видим кусочки. Ну и первое, что мы после этого должны сделать, сфокусировать микроскоп. Видно, что мы теперь сфокусировали. Вот у нас здесь нейрончики красиво видны. Все замечательно. Контрастности нам немножечко не хватает. Давайте проверим, чего у нас с апертурной диафрагмой. Вынули окуляр. И если окуляр вынули, то картинка может выглядеть примерно вот так. Это уже мы видим края апертурной диафрагмы. Видите, здесь было 12 лепестков у диафрагмы полевой. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лепестков у этой диафрагмы. Так что диафрагма разная. И открыли ее примерно вот на такое расстояние. Где-то 80% она у нас открыта. После этого у нас изображение будет несколько более контрастным. Вот на итоговом изображения видно, что контрастность стала лучше. Немножечко разрешения мы потеряем. Теперь мы закрыли нашу полевую диафрагму. Вот она закрыта. Но она, видите, не резко сфокусирована. Мы с вами двигаем конденсор вверх или вниз до момента, пока диафрагма не будет вот так хорошо видна. Видите, какие резкие края у этой диафрагмы теперь стали. Передвигаем ее в центр поля зрения при помощи двух винтиков, которые двигают ее в этом и в этом направлении по диагонали. И открываем нашу полевую диафрагму так, чтобы наше поле зрения было полностью открыто. Все. Вся настройка по келлеру. Все остальные методы, о которых мы будем говорить. Прямо методы контрастирования. Дифференционный контраст. Фазовый контраст. Все будет зависеть от того, что ваш микроскоп должен быть прежде всего точно настроен по келлеру. Если этой настройки не будет, то от дополнительных методов контрастирования вы не получите никакого плюса, к сожалению. После того, как мы поговорили с вами о настройке микроскопа для проходящего света, давайте попробуем как-то классифицировать микроскопы, с которыми мы можем работать. Понятно, что классифицировать их можно по-разному. Например, их можно классифицировать по длине волны света, с которыми работаете. Есть инфракрасные, ультрафиолетовые микроскопы. Можно их классифицировать по методу, который используете. Проходящий свет, флюесцентный микроскоп, конфокальный. Но на самом деле я хотел обратить ваше внимание на два конструктивных типа микроскопов. Это прямой микроскоп, с которым мы привыкли работать, где объективы находятся сверху микроскопа, конденсор находится внизу. И вот здесь, собственно говоря, ставится препарат. А второй тип микроскопов, который сейчас в биологических лабораториях встречается гораздо чаще, это так называемый инвертированный микроскоп. Смотрите, вот столик, на который вы ставите препарат. Вот конденсор, вот лампа. А объективы находятся внизу. То есть здесь есть два зеркальца, которые свет от объективов дальше направляют в популяр. При этом плюс этого микроскопа, ну как минимум, первый плюс, то что у вас столик неподвижен, он не двигается вверх и вниз. У вас вверх и вниз двигаются уже объективы. Ну а второй, вы можете работать с планшетами, на которых растут ваши клетки, например, без необходимости как-то переворачивать. Потому что в случае прямого микроскопа, представьте, вам пришлось бы смотреть сверху в лунку вашего планшета, или пускай у вас будет чашка Петри. А как вы помните, вода, она смачивает края чашки Петри, и получается, что она не ровная, а имеет некий мениск. То есть, по сути дела, вы образуете некую дополнительную линзу. Естественно, в таком виде в микроскоп наблюдать за вашим объектом было бы сложно. Поэтому инвертированный микроскоп очень хорош для работы именно с живыми клеточными культурами. Ну, на самом деле, много еще для чего. Кроме вот такого вот деления, мы можем еще выделить один конструктивный тип микроскопов отдельно. Это стереомикроскоп. Скорее всего, вы с ним уже знакомы. Не совсем правильно его называют почему-то в России бинокулярный микроскоп. Потому что бинокуляр – это вот эта всего лишь верхняя часть, бинокулярная насадка, которая делит изображение на два изображения для каждого глаза. Сам все стереомикроскоп отличается от микроскопов, с которыми мы будем в этом курсе работать тем, что на самом деле в его составе есть два отдельных оптических пути для каждого глаза. И стереомикроскоп дает вам картинки, которые различаются по тому, как вы на ваш объект смотрите. То есть, у вас для каждого глаза картинка под немножко другим углом. В случае, если вы бы смотрели на изображение через обычный микроскоп, пускай даже с бинокулярной насадкой, которая на два глаза картинку просто дублирует, вы смотрите на ваш объект с одной точки зрения. И никакой трехмерности у вас получиться не может. Она мнимая. С другой стороны, стереомикроскоп, либо действительно иметь два совершенно отдельных оптических пути, посмотрите, здесь даже два объектива отдельных. И вы на ваш объект смотрите под разными углами, что позволяет вам видеть объект действительно в трехмерном виде за счет параллакса, разница между глазами. Либо у этого микроскопа все до последнего объектива разделено на две части, но только последний объектив общий. И поэтому дизайн такого микроскопа можно называться дизайн с общим объективом. Для этих микроскопов, как вы понимаете, настройка сильно проще, потому что объективы гораздо менее сильные, гораздо меньше увеличения дают, меньше разрешения. Но разница между нашим микроскопом и стереомикроскопом в основном в том, что стереомикроскоп позволяет вам наблюдать ваш объект с двух разных углов. Микроскоп одновременно каждый глаз видит картинку немножечко под своим углом. Наш микроскоп, даже если на нем стоит бинокулярная насадка, все-таки через один объектив работает, один и тот же общий путь, здесь нет вот такого деления. И, конечно, никакой трехмерной информации, если мы смотрим глазами, мы так получить напрямую не можем. Как еще можно классифицировать? Ну, во-первых, можно классифицировать микроскоп по тому, что вы к ним добавляете. К примеру, еще одно преимущество инвертированного микроскопа, что у вас очень много места до вашего препарата свободно. Вы можете сюда поместить микроинъекторы, можете поместить сюда какие-то электроды для патч-лампы или еще что-то. Так как здесь до конденсора, ну, скажем так, много сантиметров, то работать с объектами достаточно легко. Кстати, сразу же говоря о этом микроскопе, можно сделать еще одно интересное замечание. Так как этот микроскоп предназначен для работы с живыми клетками, то вы помните, что чем больше мы смещаемся в красную часть спектра, тем меньше повреждения клеток. И можем использовать для освещения вообще инфракрасный свет, который глазом мы не видим, но его можно увидеть при помощи установленной на микроскопе камеры. Таким образом, мы с нашими клетками можем достаточно долго работать с маленькой фототоксичностью. Ну, и еще интересный момент. В некоторых случаях, если мы хотим получить высокое разрешение с такого микроскопа, мы можем использовать конденсор иммерсионный. Видите, у конденсора передняя линза, она находится в специальном керамическом таком корпусе, который позволяет эту линзу вообще погружать прямо в среду, в которой находятся ваши клетки. Тем самым, вы можете конденсор при необходимости очень близко подвести к вашим клеткам, получить высокое разрешение для проходящего света. Но это нужно только, если вы работаете именно с проходящим светом, вам нужно высокое разрешение. Что еще может быть? На микроскоп могут быть добавлены устройства для работы с живыми клетчными культурами, например, камеры, которые позволяют поддерживать внутри температуру, влажность и, скажем, 5% углекислого газа, потому что во многих случаях вы используете бикарбонатный буфер. И для того, чтобы pH среды, в которой находятся ваши клетки, был нормальным, для этого буфера необходимо 5% содержание углекислого газа в среде, в которой находится, собственно говоря, это все. Поэтому такая камера позволяет нагреть микроскоп до температуры, скажем, 37 градусов, позволяет поддерживать газовую среду, ну и достаточную влажность, чтобы можно было поставить сюда планшет с клетками, или можно было поставить чашку Петри и работать с ними без значительного их повреждения. После того, как мы поговорили о типах микроскопов, нужно сказать, что, конечно же, как бы там ни было, общие элементы, такие как объективы и окуляры, да и конденсоры, будут повторяться. И нам нужно сейчас научиться читать то, что на этих элементах может быть написано. Давайте разберем некий объектив и какие надписи на нем могут быть нам важны. Ну, на самом деле, я бы сказал, что самая главная надпись, которая нам понадобится, которую нужно просто красными буквами во весь объектив вписать, это числовая апертура. Это вот странное обозначение, которое обычно всех немножко пугает. Это некая мера качества объектива, то есть количество света, которое объектив может собрать. Это важно из двух соображений. Первое. Чем больше будет числовая апертура, тем более ярким будет объектив. То есть, если вы будете, например, работать с тусклым, флюоресцентным препаратом, который плохо-плохо видно, то если у вас будет два объектива одинаковых, сорокократных, у которых будет, например, числовая апертура, пускай будет 0,4 и 0,8, объектив с числовой апертурой 0,8 будет в четыре раза ярче. То есть, ваш препарат при прочих равных будете в четыре раза ярче видеть. Ну и вторая важная вещь, которая относится к числовой апертуре, это разрешение. Чем выше числовая апертура, тем выше разрешение вашего объектива, ну и, соответственно, вашего микроскопа. Следующее, что написано на микроскопе, ну, очевидно, увеличение. После числовой апертуры, если есть иммерсия, она обычно указывается. Вода, масло, глицерин наиболее часто в случае биологии используются. Иногда есть еще такое вещество, едидметилен, но в биологии его уже практически не используют. Про иммерсию мы поговорим чуть-чуть позже, но наверняка на практиках по микробиологии вы смотрели ваши препараты с использованием масляной иммерсии. Добавляли капельку масла на препарат, объектив опускали в эту капельку масла, ну и таким образом смотрели на то, что вас уже интересовало. Нижняя строчка на объективах не всегда бывает в таком виде, но здесь может быть несколько полезных вещей. Первое. Через дробь может находиться толщина покровного стекла, на который этот объектив рассчитан. Если будет неправильно покровное стекло, у нас возникнут аберрации, и качество изображения резко упадет. В некоторых случаях указана рабочая дистанция, то есть расстояние от линзы объектива передней до покровного стекла. В данном случае 0,2 мм, то есть всего 200 мкм. Для облегчения ориентирования с объективами на них часто наносится еще цветовое кодирование полоски. Одна полоска, которая обычно шире и выше находится, это увеличение вашего объектива, чтобы не искать там надпись, которая могла быть где-то сзади объектива, которая не видна, а просто по цвету сориентироваться. Цветовую таблицу я здесь перевел, но наиболее часто, с чем вы будете работать, это объективы в районе 40 крат синенькие, это зелененький 20 кратный, и это 60 синий и 100 белый. Если есть иммерсия, то на объективе может быть еще второе колечко, которое находится ниже, которое более узкое. Оно будет означать, нужна ли иммерсия для вашего объектива и какая. Если колечко всего одно, то нужно смотреть, насколько высоко она расположена, и есть ли вот такая подпись, указывающая на иммерсию для вашего объектива. Если колечко два, то нижнее колечко – это всегда иммерсия. Если оно черное, то вы используете масляную иммерсию, если белое, то водную, если розовое, то глицерин, а если красное, то этот объектив может быть использован с несколькими иммерсионными средами сразу. Давайте посмотрим на два объектива реальных Олимпус на этой картинке и попробуем прочитать, что на них есть. Во-первых, у нас есть самая важная числовая апертура 0.42. У нас есть иммерсия масла, и мы можем подтвердить наличие этой иммерсии вот этим нижним пояском черным, который здесь также указан. Увеличение 60 крат подтверждается еще и темно-синей полоской. Дальше у нас есть толщина покровного стекла 0.17 мм. И некое рабочее расстояние этого объектива, насколько близко он должен находиться к нашему объекту, чтобы с ним можно было работать. То же самое с сотым объективом. Как видите, цвет увеличения изменился. Объектив тоже масляно-иммерсионный. И нижняя полоска тоже черная, которая необходима для работы с маслом. Вещь, которая может немножко смутить, это расстояние до реального изображения. Здесь стоит бесконечность. Я потом объясню, почему так. Но на старых объективах, на микроскопах, скажем, до 90-х годов выпуска, здесь обычно стояло расстояние в сантиметрах, настоящее, до реального изображения, которое могли бы получить. На новых микроскопах и на новых объективах используется немножечко другой подход, о котором мы еще с вами поговорим. Что не написано на объективе, но может быть очень важно. Дело в том, что объективы сделаны из разных типов стекла. И этот разный тип стекла по-разному пропускает разные длины волн. И в некоторых случаях может оказаться так, что вам нужно знать, какие длины волн ваш объектив в принципе способен пропустить. Во-первых. А во-вторых, насколько объектив прозрачен для света. Предположим, что вы хотите работать с инфракрасным светом, с живыми клетками. А у вас вот такой вот объектив, который, начиная от 800 нанометров, выпускает всего 20% свет. Согласитесь, такой объектив вам для инфракрасной микроскопии не подойдет никоим образом. Или другой вариант. У вас есть объектив, который вы хотите использовать для того, чтобы возбуждать флорохром при помощи ультрафиолетового света. А посмотрите, объектив 380 нанометров всего 40% пропускает. А если вы возьмете 370 нанометров, уже 0% пропускания. Понятно, что такой объектив у вас для работы с флорохромом, возбуждающимися в ультрафиолетовой части спектра, совершенно не подойдет. К сожалению, это можно прочесть только исходя из паспорта объектива. Для всех микроскопов исследовательских всегда у вас к каждому объективу приходит еще отдельная бумажка, паспорт объектива, где все его параметры написаны. И тогда нужно будет выбирать в зависимости от конкретной задачи объектив. Понятно, что если вы, например, хотите работать, как мы уже говорили, с, например, том же самом DAPI, флорохром, который возбуждается в ближнем ультрафиолете, то вот такой объектив вам уже плохо подойдет. Остальные объективы, в принципе, подойдут хорошо. Если вы хотите работать в инфракрасной части спектра для того, чтобы ваши клетки не повреждать, и у вас, скажем, 900 нанометров освещения, понятно, что этот объектив вам не подойдет, а все остальные, в общем-то, более-менее подходят. Теперь давайте разберемся с этой самой числовой апертурой. Что же это такое? Что это за показатель? Почему он такой же? Мы с вами рассматривали преломление и видели, что у нас есть одна большая проблема. После определенного угла преломления у нас весь свет будет отражаться. И если у нас теперь окажется, что у нас есть какая-то часть препарата, пускай будет, например, флюисцентный препарат, эта часть сама светится, то лучи, идущие от этой точки до покровного стекла будут до него доходить. А дальше из-за разницы коэффициентного преломления будет полное внутреннее отражение. И получится, что мы только лучи до определенного угла сможем, в принципе, нашим объективом увидеть. Понятно, что это будет ограничивать то, сколько света от этого флуорохрома мы сможем, например, с вами обнаружить. С другой стороны, а что если мы теперь добавим с вами иммерсию? У нас 1,515 эксцент преломления покровного стекла, у нас в идеале 1,515 должен быть эксцент преломления среды, в которой заключен наш препарат, масло у нас также 1,515 и передняя линза 1,515. Преломления нету и луч, как видите, максимальный идет и все равно попадает в наш микроскоп. Поэтому понятно, что чем больше мы лучей соберем, тем, конечно, будет света больше и в данном случае иммерсия нам может помочь. Но, кроме того, еще одна проблема это то, сколько лучей сам по себе объектив, даже если он сухой, может собрать. Предположим, что у нас объектив не так близко расположен к нашему объекту, где-то вот здесь высоко. И линза вот такая небольшая. Понятно, максимальный угол, который такой объектив мог бы собрать, вот он, просто потому, что у него линза маленькая и высоко, далеко расположено, рабочее расстояние большое. Чтобы как-то описывать вот эту способность объектива собирать лучи, мы можем сделать просто. Провести оптическую ось по нормали к нашему объекту и посмотреть вот этот вот угол от нормали до максимального максимально наклоненного луча, который объектив еще способен собрать. Чтобы было проще с этим работать, максимальный угол, который теоретически могли бы собрать 90 градусов, можем взять синус. Синус 90 градусов единичка. И если мы теперь формулу поставим перед углом синус, то получится, что значение числовой апертуры у нас всегда будут меньше единицы для объектива, не использующего иммерсию. Когда здесь у нас воздух, когда нет иммерсионной среды, у нас остается синус только альфа, то максимально что могли бы получить теоретически единичка, но понятно, нет ни одного объектива, который мог бы собрать все 90 градусов от нормали до соответственно нашего объекта. Скажем так, 80 градусов наверно максимум, что можно собрать. И становится понятно, почему числовая апертура объективов без иммерсии максимальная, которую мы видим, это где-то 0,9. Как же мы можем тогда получать некоторые объективы с большой числовой апертурой? Добавлять иммерсию. И в эту формулу тогда мы должны добавить вот это n, это коэффициент преломления иммерсионной среды. И тогда действительно у нас могут быть объективы с масляной иммерсией, числовой апертуры, например, 1,47. Но опять же становится понятно, что сухой объектив без иммерсионной у нас в любом случае ограничено вот такой числовой апертурой. Таким образом, числовая апертура это способность объектива собирать цвет под разными углами. Выражается она формулой коэффициент преломления иммерсионной среды на синус угла полураскрытия, то есть от нормальной до максимального угла, который может собрать этот объектив. И она нам важна как с точки зрения того, насколько этот объектив будет, условно говоря, ярким, так и то, какое разрешение мы с него можем получить. Насчет яркости. Давайте посмотрим в случае проходящего света и в случае флюоресцентного микроскопа, как будет влиять числовая апертура на яркость. Предположим, у нас есть два объектива с одинаковым пока что увеличением, то на яркость числовая апертура будет пропорционально вот таким образом. То есть в два раза больше числовая апертура, в четыре раза больше у нас будет с вами яркость. А в случае эпиаллюминации, в случае уже флюоресцентного микроскопа, посмотрите, насколько числовая апертура становится более важной. Она здесь в четвертой степени. Да, увеличение внизу в квадрате, тут, к сожалению, никуда не денешься. Но в четвертой степени будет стоять числовая апертура. И еще один важный показатель объективов, который мы пока не затронули, это как раз степень коррекции различных аберраций. Вы видели, что на объективах, которые мы с вами рассматривали, могут быть написаны такие интересные слова. Ахромат, апохромат, планопохромат, флуорид, это основные показатели. Это то, насколько хорошо этот объектив скорректирован на хроматическую аберрацию и на сферическую аберрацию. Давайте рассмотрим самый простой объектив, самый такой плохо скорректированный ахромат. Для хроматической аберрации он скорректирован на две длины волны, для красного и синего света, а для сферической аберрации он скорректирован только для одной длины волны, 540 нанометров. Как вы думаете, если вы хотите для этого объектива получить максимальное разрешение, минимальное количество аберраций, какую длину волны вы возьмете, чтобы с этим объективом можно было работать? Абсолютно верно. Потому что если мы берем одну длину волны, хроматическая аберрация нам уже не важна. Мы берем только одну единственную длину волны. А сферическая аберрация у нас именно для нее скорректирована. 540. Зеленый цвет. Помните, светофильтр специальный, был у нас пангрин так называемый, который позволяет нам теперь работать даже с таким плохим объективом, как ахромат. Да, в зеленом цвете, но с максимальным возможным качеством. Следующий тип объектива. Апохромат. У него хроматическая аберрация скорректирована уже на гораздо большее количество цветов. Сферическая скорректирована на два, зеленый и синий. Ну и числовая апертура может быть уже достаточно большой. То есть коррекция большая, что с одной стороны хорошо, но с другой стороны достигается она большим количеством линз. Поэтому пропускание света у такого объектива не очень высокое. То есть он просто, несмотря на высокую числовую апертуру и все остальное, может пропускать, например, всего 90% видимого света. И есть еще один тип, скорее больше не на то, насколько он скорректирован, а как конструктивно сделан. Это флуорид. Флуорид это объектив, у которого используется для одной или нескольких линз кальцифтор. Материал интересен тем, что имеет очень маленькую хроматическую дисперсию. Число АББ у него незначительное. Поэтому его не нужно так сильно корректировать на хроматическую аберрацию. Так как линз мало и кальцифтор прозрачен для ультрафиолета, то этот объектив хорош как раз для флуорицентной микроскопии. Ну и последнее. Что к флуориду, что к хромату, что к хромату может быть приставка план. Мы с вами уже разбирали. Это означает, что кривизна поля полностью скомпенсирована. И скорее всего убраны бочка и подушка. То есть мы с вами можем работать более-менее хорошо с подсчетом размеров, например, клеток по всему полю зрения. В принципе, вот четыре основных типа объективов. Конечно, каждая фирма придумывает еще какие-нибудь варианты. Там HC какой-нибудь, high-corrected, высоко скорректированный, это хромат плюс еще что-то. Разные есть объективы, которые скорректированы для каких-то других длинн волн и так далее. Но вот эти четыре типа это основное, с чем вы будете встречаться в микроскопии. Отсюда вопрос. Если у вас, например, очень тускло флуористирующий некий объект, какой объектив вы будете выбирать, чтобы его хорошо рассмотреть? Флуорид и с высокой числовой апертурой, правильно? Потому что если у вас, скажем, будет хромат с числовой апертурой 1,4 и флуорид с числовой апертурой 0,9, несмотря на то, что флуорид будет более прозрачен, конечно, при настолько меньшей числовой апертуре вся эта прозрачность будет сведена на нет тем, что просто он не будет собирать такое количество света. Так что да, флуорид с большой числовой апертурой. Другой вариант. Вы хотите в нагистологическом препарате, где, скажем, пентахромной краской покрашено 5 разных цветов, что-то посчитать очень точно по размерам. И все это еще очень мелкое. То есть вам еще разрешение нужно. Какой объектив вы возьмете? План апохромат, правильно? Согласен. То есть, в принципе, видите, вы уже можете более-менее разумно выбирать, какой объектив вам нужен для какого типа исследований. Небольшое лирическое отступление относительно того, что такое объективы, настроенные на бесконечность. Это не будет в зачете, это больше для общего развития. Дело в том, что раньше было несколько стандартов расстояния между объективом и окуляром. 160 и 180 миллиметров. Но возникает проблема. А если вам нужно между объективом и окуляром что-то еще вставить, какие-то светофильтры, или если вам нужно сделать бинокулярную насадку, которую можно наклонять, чтобы было удобнее смотреть, сможете ли вы тогда это расстояние точно выдержать? Скорее всего, нет. И была придумана следующая схема. Помните один из случаев, когда объект мы располагаем ровно в фокусе нашей линзы? У нас тогда получается, что на заднем отрезке этой линзы мы получаем клеммированные пучки лучей для каждой точки нашего объекта. Вот, например, для этой точки вот этот пучок, для этой точки вот этот пучок. Но это означает, что несмотря на то, что реальное изображение у нас будет сформировано только где-то на бесконечность, то есть мы его никогда с вами и не увидим, Добавив сюда дополнительную линзу, собирающую, мы можем опять вот эти на бесконечность направленные лучи сфокусировать в те же самые две точки и увидеть наш объект. Чем это удобно? Расстояние между этими линзами мы можем менять. Посмотрите, здесь мы поставили между этими двумя линзами 20 см, здесь 16 см, но в любом случае за этой линзой на том самом расстоянии мы с вами получили изображение нашего объекта. То есть расстояние между объективом и окуляром теперь может быть слегка переменным. Но еще одна небольшая проблема, что для этого нам нужна дополнительная линза. И поэтому иногда в старых микроскопах у вас на бинокулярной насадке есть еще некое увеличение. У вас там написано, например, на бинокулярной насадке увеличение 1,1 крата. И если вы теперь будете смотреть увеличение микроскопа, вам нужно будет учесть еще и увеличение бинокулярной насадки. То есть формула увеличения у вас теперь становится увеличение объектива, увеличение окуляра, увеличение насадки. Хорошая новость в том, что все современные микроскопы всегда имеют как минимум промежуточную линзу однократную. То есть в этой формуле можно это не учитывать. И еще один плюс этих промежутительных линз может быть несколько. И вы можете, не меняя объектив, менять немножко увеличение микроскопа. Например, может быть 1,6 и 1. И просто переключая в бинокулярной насадке две линзы, вы можете менять, не меняя объектива, не трогая вашего объекта, увеличение картинки, которую вы видите. Вот, собственно говоря, та самая оптика, настроенная на бесконечность. Как видите, ничего здесь сложного нет. На что еще нужно обратить внимание в надписях на объективах? Это то, что у некоторых объективов есть вот такие коррекционные поясочки. Части, которые можно крутить, которые передвигают внутри объектива какую-то группу линз в каком-то положении. Либо, может быть, в объективе находится еще одна апертурная диафрагма. Для чего? Разберем чуть позже такое возможно. Но нужно смотреть, что именно корректирует поясочек. Чаще всего поясочек корректирует толщину покровного стекла, чтобы избежать излишних сферических аберраций. Но, кроме этого, может корректироваться на переломление вашей мерсионной среды, может корректироваться внутренняя числовая апертура вашего объектива, и, в принципе, еще несколько тоже случаев может быть, которые для корректировки используются. Раз мы уже с вами говорили об иммерсии, то должен упомянуть еще один очень редкий тип объективов, который необходим тем, кто будет работать с электрофизиологией или с живыми животными, с микроскопией живых объектов. Есть объективы, которые можно погружать непосредственно в среду с вашими клетками. У таких объективов обязательно передняя линза заключена в корпус из керамики. У них водная иммерсия, и такой объектив вы можете напрямую макнуть в, скажем, чашку Петри с вашими клетками. Или, если у вас есть, например, какое-то окошко в черепе мышки, и у вас есть жидкость, которая может быть использована в качестве иммерсионной, вы можете, соответственно, таким объективом использоваться напрямую через эту жидкость, как иммерсию. Объективы редкие, но сейчас, в принципе, уже используются много где. Покровные стекла. Самая правильная толщина покровного стекла, на которой большинство объективов скорректированы, это 0,17, то есть 170 микрометров. Иногда это может приводить к недопониманиям, потому что с точки зрения обозначений стекол, это стекло номер 1,5. Точина покровного стекла очень важна, потому что если покровное стекло будет у вас неправильное, вы получите излишнюю сферическую аберрацию. То есть вы изначально сможете для объектива безиммерсионного, сухого, своими руками добавить сферическую аберрацию. Почему это происходит? Давайте разберемся. У нас есть некий объектив, скорректированный на толщину покровного стекла 170 микрон. Это означает, что если у нас есть какая-то точка нашего препарата, то от него лучи будут проходить через среду, в которой заключен препарат. В идеале коэффициентное преломление среды, в которой заключен препарат из стекла, должен быть одинаковый, поэтому доходить до этого места она будет без преломления, а здесь переход от стекла к воздуху. И чем больше угол луча, приходящего, тем больше будет, соответственно, это преломление. Объектив, одна из линз его, сферическая, сделана таким образом, чтобы скорректировать эту излишнюю сферическую аберрацию. Да, отклонение. Чем луч у нас дальше от края, тем он больше отклоняется. И будет корректироваться именно вот эта сферическая аберрация, возникающая при такой толщине покровного стекла. Теперь давайте посмотрим ту же самую ситуацию, тот же самый объект, но толщина покровного стекла у нас с вами больше. Знаете, что произошло? Для уже этого луча мы с вами видим, насколько преломление его отодвинуло дальше от того места, на которое скорректирован этот объектив. Но для этого луча тут и говорить не о чем. Получается, что если мы выбрали для безиммерсионного объектива более толстое или более тонкое покровное стекло, то коррекция сферической аберрации в объективе уже не соответствует той аберрации, которую мы с вами сами же сюда ввели. Пример. Два препарата, различающиеся только толщиной покровного стекла. Оба препарата максимально сфокусированы. То есть вот этот препарат, который кажется несфокусированным, это лучшее, чего можно достичь, в принципе, при вот таком случае. Покровное стекло здесь взято более толстое, 0,26, ну а здесь 0,17. Я думаю, на глаз видно, к чему приведет использование неправильного покровного стекла. Давайте посмотрим на следующий график. Здесь у нас толщина покровного стекла приведена, и здесь разрешение нашего микроскопа. Чем меньше объекта он может различить, тем лучше. В случае, если мы берем правильное покровное стекло, посмотрите, мы с вами можем различить на этом объективе 500 нанометров. Ну, объектив не очень хороший, тем не менее. Берем теперь с вами покровное стекло неправильное, более тонкое. Вместо 170 – 140. И посмотрите, вместо половины микрона у нас разрешение уже всего 2 микрона. Ну, плохо. Берем более толстое покровное стекло. Ошибка нарастает не так значимо, но тоже. Больше 1 микрона у нас вместо полумикрона стало разрешение. Поэтому будьте очень аккуратны с выбором покровных стекол, если будете работать с объективами безиммерсионными. Еще одна проблема со сферической аберрацией, которую вы можете сами добавить в ваш микроскоп. Вот. Предположим, что вы взяли масляную иммерсию, вы взяли объектив для масляной иммерсии, но среда, в которой заключены ваши образцы – это глицерин. Соответственно, коэффициент преломления здесь 1.43. К чему это приведет? Посмотрите. Опять же, на разделе фаз у нас с вами будет возникать сферическая аберрация. Причем, чем глубже объект будет находиться в глицерине, тем вот это вот явление преломления будет выше. То есть, если вы возьмете неправильный объектив с неправильной иммерсией для вашего препарата, предположим, препарат заключен в глицерин, вы взяли масляную иммерсию, и смотрите что-то в глубине вашего препарата, вы получите прекрасную сферическую аберрацию и очень резкое падение разрешения. Давайте посмотрим, как будет выглядеть картинка, если мы возьмем всего лишь одну маленькую точечку, скажем, 200 нанометров, и поместим ее, пускай она будет флюоресцировать, вот здесь вот глубоко у нас в нашем препарате. В идеале, если нет никаких искажений, то вот наша точка красная – это 90% мощности ее излучения. И как видите, в плоскости нашего препарата XY мы увидим действительно эту точку очень хорошо. 90% в одну маленькую точечку уложилось, ну, какие-то там доли процентов вокруг. Все прекрасно. Теперь эта же точка, находящаяся на такой глубине. Я думаю, комментарии излишни. То, что мы с вами получили, разрешение потеряли, ну, как минимум в 4 раза. Точно так же можем посмотреть, как будет выглядеть изображение этой точки, если мы теперь будем снимать ее при разном положении фокуса. Предположим, вот это при положении фокуса ровно в фокусе, здесь где-то выше микровинтом снимем еще одну картинку, ниже микровинтом тоже картинку снимем, посмотрим, как это будет выглядеть. В случае, если у нас нету сферической аберрации, картинка будет выглядеть примерно таким образом. По глубине наше изображение будет в фокусе только какой-то одной плоскости. Выше и ниже оно будет расфокусировано, ну, и, соответственно, не сильно нам мешать. В случае наличия сферической аберрации, смотрите, что получится. Мы не сможем навестись на фокус, но он будет так же расфокусирован на очень большом расстоянии. То есть, если у нас объект какой-то объемный, ну, смотреть его будет совсем неудобно. С другой стороны, если все-таки вам никак по-другому не поступить, и нужно использовать масляную иммерсию, то вам тогда лучше ваши препараты класть прямо на покровное стекло, чтобы оно было как можно ближе к этой иммерсии. Да, действительно, в этом случае тоже будет некая сферическая аберрация видна, но она будет не так выражена. То есть, как видите, сферическую аберрацию в наш микроскоп мы можем вносить сами, по своей собственной воле, ну, и возникают сложности с борьбой с ней. Как же быть, если мы все-таки хотим избежать сферической аберрации в наших препаратах? Так, предположим, мы работаем с живыми клетками, они находятся в среде, ну, пускай это будет вода 1.33. Если мы теперь с вами возьмем объектив с водной же иммерсией, то смотрите, что произойдет. Первое. При переходе из воды в стекло у нас будет преломление. Никуда не денешься. Но второе. Из стекла в воду у нас такое же преломление с обратным знаком. Правильно? И получается, что угол луча, который дошел до объектива, и угол, который здесь у нас доходил до стекла, одинаковые. То же самое с другим лучом. И несмотря на то, что у нас два раза встречается преломление, это воды в стекло и это стекло к воде, в объектив эти лучи приходят все равно под тем углом, на который он рассчитан. И мы будем иметь очень хорошую картинку без сферической аберрации и иметь возможность с ней работать. Таким образом получается, что выбор иммерсия для вашего объектива зависит главным образом от того, какую среду заключен ваш препарат. Теперь становится понятно, для чего у нас на микроскопах иногда бывает установлено сразу же несколько различных объективов, примерно одинаковых по характеристикам, но имеющих разную иммерсию. Например, у нас может быть объектив с водной иммерсией, несмотря на все ее неудобства, для работы с живыми клетками. У нас может быть объектив с глицериновой иммерсией для работы с фиксированными препаратами, как вы увидите в дальнейшем. Флюцентные препараты заключаются в основном в смесь глицерина и воды 80-20, которая используется для сохранения флюцентных свойств этого препарата. Ну и, соответственно, у нас может быть масляная иммерсия для препаратов, заключенных в канадский бальзам, в теодиэтанол и так далее. В случае, если у вас нет такого выбора, и у вас остается возможность использовать только масляную иммерсию, то тогда нужно принять все возможные усилия к тому, чтобы ваш препарат находился как можно ближе к покровному стеклу. Например, убрать излишки среды, которые вы используете для заключения. Или, если вы выращиваете клетки, выращивайте их как раз на покровном стекле, чтобы потом на покровном же стекле их покрасить, и вот это покровное стекло, перевернув на капельку того же самого глицерина, воды, как хотите, поместить на предметное стекло. Тогда ваши клетки будут наиболее близко расположены к вашему объективу, и, несмотря на несовпадение коэффициентов преломления, вы будете иметь минимальное количество аберрации сферической, и можно приступать к микроскопированию таких объектов. Следующий кусок микроскопа, который нужно рассмотреть, это конденсор. Задачу конденсора, как мы с вами уже видели, можно описать как формирование пучка лучей для освещения препаратов, но на самом деле, дальше мы увидим, важно, чтобы этот пучок лучей был еще под некоторым набором углов. И чем больше будет набор углов, под которым будет освещаться наш препарат, тем теоретически большее разрешение в проходящем свете мы с вами можем получить. То есть получается, что числовая апертура, углы, которые может собрать наш объектив, также справедливо и для конденсора. Это углы, под которыми наш конденсор может наш препарат освещать. И в идеале, конечно, чтобы эти две числовые апертуры совпадали, чтобы числовая апертура конденсора и объектива были равны по возможности. Если вы будете заниматься микроскопированием объектов фиксированных, гистологических, и вам нужно будет действительно очень высокое разрешение, то в некоторых случаях вам даже придется использовать двойную иммерсию, когда у вас будет иммерсия находиться и под объективом, и под конденсором. Для того, чтобы получить числовую апертуру, высокую, скажем, 1,2 для конденсора, для некоторых конденсоров даже 1,4 возможно, и, например, 1,4 для объектива, чтобы разрешение было максимальным. Под конденсором внизу обычно находится апертурная диафрагма, и эта диафрагма будет как раз регулировать набор углов, под которым будет освещаться ваш препарат. То есть вы всегда можете уменьшить числовую апертуру вашего конденсора, просто прикрыв апертурную диафрагму. Конденсор бывает немножечко разных типов, в зависимости от того, сколько в нем линз используется, и наиболее часто используемый конденсор для небольших увеличений, для небольших числовых апертур, это так называемый конденсор АББА. Как один из случаев, когда вы будете использовать флюицентную микроскопию, вы будете освещать ваш препарат через тот же самый объектив, через который будете его и регистрировать. И тогда получится, что в качестве конденсора для флюицентной микроскопии у вас будет выступать тот же самый объектив. В чем здесь плюс? Нужно ли настраивать такую систему по келеру? Помните, нам нужно было настроить расстояние от объектива до препарата, и от препарата до конденсора. А если у нас объектив и конденсор то же самое, то просто наведясь на фокус в хорошо отъюстированном микроскопе, вы заранее совместите эти две плоскости. И в принципе, на флюицентном микроскопе настройка по келеру, если вы не планируете использовать проходящий свет, вам не нужна. Просто наведя на фокус такой микроскоп, вы эту настройку сможете осуществить. Давайте посмотрим на несколько типов конденсоров, которые используются. Во-первых, как мы уже говорили, что конденсор всего лишь формирует конус света, который освещает ваш препарат. И самый примитивный конденсор с минимальным количеством оптики, с минимальной корректировкой, это конденсор АББА. Подходит для работы с небольшими увеличениями или с объективами с небольшой числовой апертурой. Ну, скажем так, числовая апертура меньше, чем 0,2, это, конечно же, конденсор АББА. Чем хорош? Он освещает большое пятно на вашем препарате. То есть при малых увеличениях все поле зрения у вас будет равномерно освещено. Но, так как не скорректирована ни хроматическая аберрация, ни сферическая, ни кривизна поля, то плоскость осветителя может слегка влиять на плоскость вашего препарата, ухудшая показатели вашего изображения. Разрешение, хроматическая аберрация и так далее. Поэтому были придуманы еще несколько типов конденсоров. Это апланатический конденсор. У него числовая апертура гораздо более высокая. Кривизна поля почти полностью скорректирована. И сферическая аберрация, ну, как минимум, для одной длины волны скорректирована. Ну, и самый лучший вариант, это, конечно, ахроматический апланар. Это то же самое, но хроматическая аберрация скорректирована для большего количества длин волн. Возможно, иммерсионные значения числовой апертуры, то есть возможно использование иммерсий, и до 1,4 смасляной иммерсии возможно числовая апертура. Ну, и опять же напомню, что для лучших значений разрешения, почему мы разберем в следующей лекции, желательно, чтобы числовая апертура объектива и конденсора были равными. Кроме этого, конечно же, существуют специальные конденсоры для различных применений, темнопольные конденсоры, конденсоры для фазово-контрастной микроскопии. Ну, это уже тема для отдельного разговора. Современные конденсоры выглядят немножечко сложно. К примеру, вот микроскоп, который, скорее всего, вы использовали на обучении. И посмотрите, здесь конденсор состоит не только из апертурной диафрагмы, самого по себе конденсора, но еще имеет в своем составе револьвер для сменных оптических элементов. Здесь могут быть цвета фильтра, здесь могут быть специальные элементы для фазового контраста, дифференциационного контраста и других применений. Но, несмотря ни на что, на этом конденсоре есть ползуночек для апертурной диафрагмы. Она регулируется здесь вот этим язычком. И точно так же этот конденсор можно поднимать и опускать при помощи вот этого вот рычажка. То есть для настройки по келеру нам пришлось бы вот этот рычажок двигать вверх или вниз до того момента, пока мы не увидели бы с вами полевую диафрагму резко в плоскости изображения. Так как мы видели, что у нас есть конденсор Амбо, который очень хорош для малых увеличений, но плохо для больших увеличений и маленькая числовая апертура. С другой стороны, у нас были конденсоры апланарные, которые позволяли давать хорошую числовую апертуру, но при этом эта числовая апертура может быть достигнута только на небольшом участке. То есть, если бы вы использовали такой конденсор для малых увеличений, скажем, 10, 5, 4 крата, то не все поле зрения у вас было бы освещено. У вас было бы центр поля зрения освещен хорошо, края были бы темные, ну и, соответственно, не все поле зрения вы бы просто-напросто использовали. Наиболее часто сейчас конденсоры выглядят вот таким способом, составные. Когда у вас верхняя линза этого конденсора откинута, вы получаете конденсор Амбо для работы с маленькими увеличениями. Используя вот этот рычажок, вы можете поместить наверх бинзу для того, чтобы превратить этот конденсор в уже Апланар с гораздо большей числовой апертурой и работой с большими увеличениями. Согласитесь, очень удобно, ничего не нужно менять, конденсор не нужно переставлять, достаточно просто повернуть рычажок и превратить ваш конденсор уже в конденсор для работы с большими увеличениями. Внизу обратите внимание, для данного конденсора размечена его числовая апертура в единицах. И в принципе, поворачивая здесь поясок, закрывающий апертурную диафрагму, вы можете регулировать его числовую апертуру. На самом деле, только уменьшать, конечно, больше, чем числовая апертура, которая у него указана, получить вы уже не сможете. Последний элемент, который нам нужно рассмотреть, это окуляр. Окуляр нам необходим для формирования расходящегося пучка лучей, который сформирует мнимое изображение. При помощи глаза или линзы мы можем теперь это мнимое изображение превратить в реальное изображение, либо в случае глаза на сетчатке, либо в случае камеры, соответственно, ее матрица. И при рассмотрении окуляров нам нужно учесть несколько вещей. Ну, во-первых, на окуляре, есть на самом деле два типа окуляров, будем рассматривать этот тип, есть место, где установлена еще одна полевая диафрагма. Она фиксированная, ее размер не меняется, но это место, где проецируется реальное увеличенное изображение, полученное при помощи объектива. И в дальнейшем уже именно это изображение окуляром будет увеличено. Сюда можно поместить, например, счетную линеечку для того, чтобы можно было софокусно с вашим препаратом ее увидеть, посчитать, например, количество клеток. Кроме этого, у окуляра есть расстояние до глаза. Расстояние, где формируется выходной зрачок, где находится так называемый диск Рамсдена. И чем больше это расстояние, тем удобнее работать с такими окулярами, потому что можно использовать, например, очки для тех, кто их использует. В остальном, конечно, нам важно еще поле зрения окуляра, то есть размер вот этой картинки, которую окуляр может увеличить. Наверняка пользовались старыми микроскопами учебными и была проблема, что вы видели не все поле зрения, а как будто бы в бинокль. Небольшой кружочек, где действительно есть ваш препарат, дальше вокруг темное поле. Это как раз поле зрения окуляра. Оно было, скорее всего, 16 или 18 мм. На современных микроскопах оно гораздо больше. 22, 26, даже 28 бывает. И, естественно, такой микроскоп наблюдать гораздо удобнее. И поле зрения дается в миллиметрах. Это диаметр вот этой вот диафрагмы, то есть диаметр изображения, которое этот окуляр способен увеличить. Давайте посмотрим на настоящие окуляры, посмотрим, какие надписи есть на них, которые нам могут пригодиться, и поговорим о так называемом пустом разрешении. Давайте посмотрим на окуляры. В данном случае это фирма Leica. На окулярах есть уже знакомое вам слово план. То есть, для этих окуляров скорректирована как минимум такая аберрация, как кривизна поля. Ну, понятно, что вместе с ней обычно бочка-подушка тоже корректируются. Дальше на окуляре указано увеличение 10 крат и через дробь 25. Это как раз размер промежуточного изображения, который этот окуляр способен увеличить. Это то самое поле зрения. После этого указан значок очков и буковка M. это означает, что данный окуляр можно использовать с очками. Вот эта часть, которая закрывает окуляр, с него может быть снята. И тогда, сняв вот эту часть, можно использовать этот окуляр с очками. Буковка M означает, что средняя коррекция, которую можно использовать, то есть, где-нибудь, например, до плюс-минус пяти диоптрий. Если очки более сильные, конечно, с этим окуляром уже работать с очками не получится. Почему нам важно знать увеличение окуляра и что такое пустое увеличение? Давайте посмотрим на два изображения препарата, полученного на микроскопе с разным разрешением. Увеличение, как видите, одно и то же общее. Но в одном случае мы видим какие-то мелкие детали, в другом случае изображение как будто бы замылено. И, в принципе, увеличение можем получить совершенно любое. если у вас есть, например, проектор или, опять же, в аудиториях у нас висит проектор, кто проецирует на доску. Понятно, что чем дальше мы будем отодвигать доску, тем размер изображения, которое данный проектор может дать, будет больше. Но в любом случае проектор имеет в своем составе некую матрицу, которая жестко ограничена. У нее какое-то определенное разрешение, например, 1024 на 968 точек. Понятно, как бы далеко мы не отодвигали это изображение, насколько больше бы оно не становилось по размеру, количество точек, составляющей это изображение, увеличиваться при этом не будет. Таким образом, мы можем увеличить изображение в любое количество крат, но разрешение у нас будет определяться, собственно, для оптической системы нашего микроскопа. И, наверное, смысл вот в этом изображении, которое действительно большое, но не несет никаких полезных деталей, не очень большой. И нам бы хотелось получать изображение примерно вот такого плана. Мы знаем разрешение нашего глаза и, конечно, могли бы посчитать это при помощи большой формулы, но есть некое такое правило прикидочное, очень простое, что общее увеличение микроскопа должно лежать в пределах от 500 до 1000 значений числовой апертуры выбранного объектива. Предложим у нас объектив, пускай будет 20-ти кратной числовой апертурой 0,4. Хороший очень объектив, на самом деле для 20-ти 0,4 это много. Это означает, что общее увеличение у вас может быть от 400 до 200 крат. Если у вас будет увеличение больше, то вы получите пустое увеличение. Если меньше, то объектив будет гораздо более качественную картинку давать, чем глаза мы сможем увидеть. То есть, если у нас, скажем, было 0,4, то получается пределы, которых мы можем с вами это увидеть, это от 200 крат до 400 крат. Сам по себе объектив у нас 20-ти кратный, значит, мы с вами можем использовать для этого объектива окуляры 10 крат, получим как раз с вами 200, и 20 крат, получим 400 крат. все, все, что меньше, чем 10, мы будем терять качество, потому что наш глаз не способен воспринять. Все, что больше, мы будем получать с вами пустое увеличение. Поэтому, если у вас есть возможность менять либо промежуточную линзу, бинокулярные насадки, либо окуляры, то таким образом вы можете прикинуть, с какими окулярами данный объектив лучше всего использовать, чтобы не получить пустого разрешения, не потерять разрешение, которое этот объектив может вам дать. Давайте немножко поговорим теперь о настройке бинокулярной насадки для комфорта. Дело в том, что на бинокулярной насадке есть несколько вещей, которые можно регулировать. Во-первых, можно регулировать межглазное расстояние. Во-вторых, мы можем регулировать коррекционные пояски на наших окулярах под каждый глаз. И если неправильно настроены эти показатели, то работать на микроскопе будет крайне некомфортно. Тот, кто у меня был на анатомии, наверняка помнит, каким образом мы можем оценивать расстояние до объектов. Во-первых, это то, насколько у нас близко сведены глаза, то есть параллакс. Если мы смотрим на какой-то объект, который находится близко, у нас глаза поворачиваются к носу. Если мы смотрим на объект, который находится далеко, соответственно, глаза более-менее параллельно смотрят. И если неправильно настроено межглазное расстояние, то получается, что у нас есть некий конфликт. За счет аккомодации мы с вами настраиваем наши глаза на какое-то расстояние, которое дает нам микроскоп. Микроскоп нам в идеале дает расстояние наилучшего видения, то есть 20-25 сантиметров. Но расстояние между глазами и параллакс указывает нашему мозгу, что, например, это изображение находится на 100 метрах. А теперь если еще добавить и к этому, что у нас могут быть неправильно настроены окуляры, и один окуляр может иметь поясок коррекционный, который, скажем, делал нам минус 0,5 диоптрия, а второй нам сделал плюс 0,5 диоптрия, то у нашего мозга возникает некоторая проблема. У него не сходятся показатели от разных систем. То, что он смотрит по тому, насколько сведены глаза, ему кажется, что объект находится, например, на 100 метрах. То, как аккомодация хрусталика сделана для одного глаза, ему кажется, что на 10 сантиметрах, для другого 40 сантиметров. Будем считать, что зрение у нас абсолютно идеальное. Ну, и, естественно, дальше мозгу приходится переключаться между этими режимами, пытаясь, скажем так, навестись на резкость. Наверняка видели камеру, которая пытается использовать автофокус, и это не очень хорошо получается навести. Но, представьте, и, естественно, если у вас микроскоп настроен плохо, то комфортно за ним проработать больше десятка минут не получится. Каким образом эту настройку сделать правильно? Так, чтобы можно было комфортно работать за микроскопом. Ну, прежде всего, у нас глаза адаптируются хорошо к далеко расположенным предметам, поэтому, чтобы не уменьшать это расстояние, ведь, что вы делаете обычно, когда хотите рассмотреть предмет? Вы его глазам приближаете. Правильно? И приближаете его все ближе и ближе, и ближе, чтобы рассмотреть. Это чисто рефлекс, тут никуда не деться. Но, с другой стороны, если вы будете долго смотреть на объекты через микроскоп, которые, собственно, виртуально так близко подведены к глазам, вы получите какую-то степень близорукости, что не очень хорошо. Поэтому, если вы посмотрели куда-то далеко, некоторое время ваши глаза еще настроены на то, чтобы смотреть на объекты, расположенные вдали. Дальше. Одним глазом мы смотрим с вами в окуляр. И если у нас один окуляр с коррекцией, другой без коррекции, то используем сейчас окуляр без коррекции на сфокусированный препарат. Если фокус не очень хороший, то подстраиваем фокус. Теперь мы с вами можем настроить межглазное расстояние так, чтобы оба глаза видели одинаковую картинку. И на втором окуляре теперь мы можем подстроить диоптрийную коррекцию, вот этот поясок, чтобы изображение было точно так же резко видно. Как видите, мы эту процедуру настройки разбили на несколько частей, чтобы ее можно было выполнить хорошо. Для некоторых винокулярных насадок у вас еще есть порт, куда может быть установлена камера. И бывает очень неудобно, когда фокус камеры не совпадает с фокусом глаз, которым вы смотрите. Потому что тогда каждый раз, чтобы сфотографировать препарат, вам придется переключаться между фокусом ваших глаз, фокусом камеры, двигать, скажем, микровинт, не всегда это удобно, не всегда удается попасть точно в необходимую позицию. Если у вас подстраивается на бинокулярные насадки оба ваших окуляра, вы можете настройку слегка модифицировать. А именно, вначале навестись на фокус на камере, потому что камера, установленная здесь, она закреплена жестко, двигать вверх-вниз вы ее не сможете. То есть вы настраиваетесь на фокус на камере, после этого вы настраиваетесь каждым глазом по отдельности, но теперь не трогая уже фокус на микроскопе, только за счет диоптринного пояска. Что в итоге вы получите? В итоге вы получите то, что фокусное расстояние у вас и для глаз, и для камеры одинаковое, и если вы что-то будете видеть резко через окуляры, точно так же вы это резко будете видеть через камеру. Вам не придется переключаться каждый раз между режимом фотографирования и режимом наблюдения вашего объекта через бинокулярную насадку. Опять же, если все настроено хорошо, то можно понять это потому, что при длительной работе, несколько часов за микроскопом у вас не начинает болеть голова, у вас нет проблем со зрением, и такая небольшая процедура настройки, я думаю, стоит того, чтобы можно было работать с микроскопом комфортно. Несколько вещей, которые я должен вам сказать обязательно перед тем, как вы будете допущены до работы с микроскопами в ресурсном центре. Дело в том, что микроскоп очень легко испортить. Конечно, это очень такое большое, твердое орудие, так скажем. Естественно, оно много весит, но есть много движений, сделав которые вы можете микроскоп испортить. И первое, мы не имеем права дотрагиваться до оптических поверхностей. Во-первых, конечно, мы их можем поцарапать, потому что размеры, с которыми работаем, это, скажем, 200 нанометров, и любые абразивные частицы, которые могут быть на пальцах, просто могут оставить царапину. Второе, на всех этих оптических поверхностях есть так называемое оптическое просветление. Это пленка из веществ с разным коэффициентом преломления, которые нанесены специально, чтобы уменьшить отражение от поверхности линз. И наверняка знаете, что pH нашей кожи, это кислые достаточно, и, соответственно, эта пленка за счет кислого pH, за счет жира, который остался с пальцев, может просто химически быть разрушена. И таким образом вы сможете повредить просветление, находящееся на ваших оптических поверхностях. Поэтому ни в коем случае не оттрагивайтесь пальцами или чем-то другим до оптических поверхностей. В некоторых случаях ручки, которые вы используете для настройки микроскопа, может быть заблокирована. Самый простой случай – это учебные микроскопы, на которых можно заблокировать подъем столика таким образом, чтобы препарат при помощи объектива, особенно при большом увеличении, скажем, не раздавить. И каждый год есть кто-то, кто эти заблокированные ручки, специально таким образом, чтобы выше не поднималось, прокручивают. Поэтому, если что-то на микроскопе не двигается и есть необходимость применить большую силу, не применяйте ее, позовите инженера, наверняка это какая-то особенность, которую вы просто-напросто не знаете. Понятно, что ни в коем случае нельзя ронять фактические элементы, но и нельзя прикладывать к ним какие-либо продольные поперечные усилия. через несколько лекций мы будем говорить о поляризационной микроскопии, о контрастировании при помощи метода Намарского и в случае, если к объективу была приложена какая-то сила, то мог остаться остаточная, мог остаточный эффект остаться в линзах, которые в принципе при обычной микроскопии никак себе не проявляют, но часть линзы начинает вести себя как вещество с двойным лучепреломлением, то есть поляризованный свет такая линза будет деполяризовывать и использовать эту линзу для методов используемой поляризованный свет мы уже нормально не сможем, поэтому если вы передвигаете например револьвер объективов ни в коем случае не делайте это за корпус объективов, всегда на револьвере объективов есть полоска сделанная из резины какой-то или пластика за которую можно эти объективы передвинуть. Еще один важный момент, если работаете особенно на микроскопе инвертированном обязательно смотрите не задеваете ли вы объективом при смене объективов за столик к сожалению у нас несколько объективов так было повреждено поэтому пожалуйста если будете менять объективы на инвертированном микроскопе отводите объективы вниз при помощи макровинта сдвигайте объективы вниз там миллиметр на 2 на 3 переводите на следующий объектив подвигайте обратно чтобы ни в коем случае конечно объектив не повредить В случае использования иммерсионных сред, не только масла, нельзя этим иммерсионным средам давать высыхать на объективе. То есть, если, например, вы не используете микроскоп несколько дней, оставили на нем масло, синтетические масла теперь хорошие, они теперь не так хорошо затвердевают, но рано или поздно оно в любом случае будет испаряться, и при затвердевании что-то может выпадать в осадок, будут образовываться кристаллы, которые могут чисто абразивно попортить ваш объектив. Кроме этого, компоненты иммерсионного масла растворяют клей, которым передняя линза объектива приклеена. Если у вас будет постоянно нанесено масло на переднюю линзу объектива, рано или поздно передняя линза объектива просто отклеится, провалится внутрь объектива. Таким образом, иммерсию не оставляйте на ваших объективах. Более подробно о том, как удалять иммерсию с объектива, я покажу на практических занятиях. Просьба обратить на это особенное внимание. Также с иммерсией, если работаете с объективами на инвертированном микроскопе, ни в коем случае не добавляйте слишком много иммерсии, потому что она, протекая по объективу, который расположен вверх ногами, может попасть как внутрь объектива, так и внутрь самого микроскопа. И чистка будет уже, скажем, не очень простой. Поэтому иммерсия должна быть ровно столько, сколько необходимо, и ни капли больше. Если будете протирать какие-то оптические элементы, на практике покажу, как это делать, нужно использовать только специальную ткань, так называемую нетканную ткань. И более того, ткань, которая подходит для работы с оптическими элементами, в которой нет абразивных материалов. Иногда это восстановленная целлюлоза, иногда это какой-то пластик, но это обязательно специальная ткань. Ну и последние два замечания. Пыль очень легко попадает в микроскоп, но очень сложно ее из микроскопа убрать. Поэтому, если вы не используете микроскоп, обязательно его накрывайте, всегда в комплекте к нему есть колпак. И если у вас на микроскопе есть какие-то открытые порты, например, камеру сняли, а порт для камеры оставили открытым, обязательно ставите заглушки. Еще раз повторю, что пыль очень легко проникает в микроскоп, но очень сложно ее потом оттуда извлечь. Ну и давайте посмотрим на вопросы, которые к этой лекции будут. Первая часть вопросов, которая будет на зачете, это будут вопросы, связанные с геометрической оптикой и, соответственно, с аберрациями. Группа вопросов может быть на то, какие аберрации вам наиболее, скажем, сильно испортят картинку при каком-то условии. Например, при освещении белым светом, на что стоит обратить внимание. Или как различить две аберрации. Например, как отличить кривизну поля от комы. Или каким образом можно от какой-то аберрации избавиться. Например, как можно избавиться от хроматической аберрации. Или как можно избавиться от той же самой комы или сферической аберрации. Группа вопросов по объективам. Это обычно вопросы по использованию объективов для конкретного задания. Ну, возможно, еще будет группа вопросов по тому, как можно прочесть надписи, нанесенные на корпус объектива, найти коррекционные кольца, понять, что именно они корректируют, какая иммерсия используется, какая числовая апертура объективов и так далее. На практике мы это будем рассматривать с вами в любом случае более подробно. Про конденсоры. Точно будет вопрос про числовую апертуру конденсоров. И обратите внимание, у нас есть конденсор АБ и есть конденсоры с большей числовой апертурой. Конденсор АБ позволяет работать с малыми увеличениями, у него больше пятно света, которым освещает препарат. Ну, а для высокоапертурных объективов нужен конденсор с большей числовой апертурой. Ну, и, как я уже говорил, желательно, чтобы числовая апертура конденсора объектива была примерно равная. Задачи на окуляры будут простые. Чаще всего это нужно будет подобрать окуляр или объектив для того, чтобы не было пустого увеличения. Ну, и настройка микроскопа по келеру, скорее всего, нужно будет выстроить в нужном порядке пункты из протокола по настройке микроскопа по келеру. На этом наша лекция сегодня завершена. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, их можно будет оставлять к комментариям под данное видео. Я буду по возможности на них более-менее быстро отвечать. Еще раз спасибо за внимание. До свидания. До следующей лекции. Продолжение следует...